Скандальный ремонт в Ивано-Франковске. Горожан возмутило качество плитки возле городского озера. Недавно уложенная брусчатка почти за 17 миллионов гривен уже начала рассыпаться. Кто халтурит, выясняли наши корреспонденты. Городское озеро Ивано-Франковска. В мае здесь начали капитальный ремонт пешеходной зоны. Общественники решили проверить качество работы и ужаснулись. Говорят, мало того, что брусчатка уложена неровно, так она еще и рассыпается прямо на глазах. Это видео местный активист Назарий Чалой выложил в соцсети в июне. Тогда городской голова Руслан Марцингиев пообещал, что заставит фирму-подрядчика исправить все недостатки. Но переделывать никто ничего не стал. Мало того, там где кладут плитку сейчас, качество работы снова оставляет желать лучшего. Там в деяких уже такие зазоры там между ними. Починается зима, вода затякает у щелины, замерзает и начинает распинать. Это маленькая трещинка была, а то больше и больше стоит. Гроши увалили так. Капитальным ремонтом пешеходной зоны занимается Ивано-Франковск-Автодор. Большинство тендеров, которые проводил горсовет, выиграла именно эта компания. Только за прошлый год их больше полусотни. Общая сумма внушительная. Почти 114 миллионов гривен. Самым дорогим проектом оказалась реконструкция вокруг озера. Около 17 миллионов гривен. То, что работы проведены некачественно, в компании не отрицают. Но уверяют, виновны не они. В департаменте коммунальной политики, который и заказывал работы, говорят, заставят фирму все исправить. Иначе не примут объект. Объект не завершен на сегодняшний день. То есть там даже 50% объекта не сделано. Когда объект будет приниматься в эксплуатацию, никакого дефекта там не будет. Мы в первую очередь зацикавлены, чтобы все было качественно. И подрядник за свои деньги все будет переработать там, где есть какие-то меньшие недолики. Кстати, косо, криво плитка уложена едва ли не по всему городу. В парке, например, ремонт делали два года назад. А сейчас во многих местах она выпадает и ходит ходуном. Почему так установлено? Потому что не качественные подрядчики. Плитка самая качественная, но установлено не качественное. Криво, видите, основа плохая. Подобных примеров мы нашли по городу не менее десятка. Выходит, теперь опять нужно делать ремонт и снова закапывать в землю миллионы гривен. Богдан Вербицкий, Жанна Дудчак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивана Франковск.